Сгоревшие покореженные оборудования, воронки от мин и изрешеченные осколками и пулями помещения. На Луганской теплоэлектростанции не найти строение, которое не пострадало бы от обстрелов боевиков. Наши корреспонденты о буднях предприятия на линии разграничения. Несмотря на обстрелы, Луганская теплоэлектростанция подает электроэнергию на неоккупированную территорию. Люди понимают, что в любой момент, проломив крышу, в помещение может влететь снаряд. По словам главного инженера электростанции Виктора Малыгина, каждый шестой работник не выдержал испытания обстрелами и уволился. Когда идет обострение ситуации, в это время, конечно, количество обстрелов увеличивается. Милицейский спецбатальон «Золотеворота» охраняет теплоэлектростанцию. Боец Василий говорит, что для террористов режима тишины нет. В последнее время обстрел проводится из минометов 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, АГС. Больше всего от огня боевиков на Луганской ТЭС пострадало электрооборудование. Выведены из строя либо сгорели несколько трансформаторов. Часть из них, по словам Виктора Малыгина, удалось восстановить. Тревожная ситуация и с линиями электропередач. У нас раньше было 22 линии электропередач. Потом мы оставались на двух линиях электропередач. Основная поставка электроэнергии в сторону Северодонецка, Лисичанска, осуществляется по одной линии электропередач. Это линия Луганская ТЭС Лисичанска. Из-за проблем с ЛЭП, говорит главный инженер, вся область может остаться без электроэнергии. А мощности теплоэлектроцентрали в Северодонецке, по мнению Виктора Малыгина, хватит на то, чтобы поддерживать электроснабжение больниц, государственных учреждений и предприятий связи. Юлия Бетимирова, Иван Полупанов, ПАДИИ.